добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели а также те видеозрители которые будут нас смотреть на канале youtube и на facebook сегодня как уже было объявлено у нас в эфире интересная программа и главное действующее лицо сегодня у нас болгарские ясновидящий проживающий продал уже давно в россии в москве это тодор тодоров который у нас сейчас на экране на нашем ну и участвует в этом эфире михаил мелехов как ведущий этой программы центр sun gates а также известный журналист из нью-йорка ярослав бик лимиш я с вами хочу поздороваться здравствуйте тодор здравствуйте ярослав добрый день добрый день еще раз мы только что закончили с ярославом передачу работа нас нашла в итоге да она нас нашла и мы сейчас в эфире вот такая у нас работа быть в эфире а потом дать возможность людям с нами согласиться или же не согласиться чтобы это сделать им надо позвонить всего лишь по телефону 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 или же позвонить в прямой эфир это 2 2 4 9 7 5 9 9 7 6 или же задать вопрос по скайпу это сангейтс 1 0 8 сангейтс солнечная ворота на конце буква с веб-сайт это сангейтс радио.ком где вы можете с нами можно сказать поспорить и даже объяснить почему вы с нами и мы с вами не согласны мы вам ответим давайте мы познакомимся с вами поближе потому что я знаю чем вы занимаетесь поскольку даже еще когда мы не были знакомы я вас видел по телевизору в программе битва экстрасенсов сезон номер 14 я не ошибся нет нет не ошибся да хорошо ну давайте расскажите о себе немножечко кто вы что вы почему вы и вообще вот мы с ярославом говорили ты чем занимаешься да я говорю пою нет на работу куда ты ходишь тодор ходите на работу или это ваша так сказать профессия быть экстрасенсом знаете я всегда я люблю как сказать шутить над собой сменяться и веселить ну так отношусь к себе очень так химмертически для меня жизни всегда было очень сложно ответить на два вопроса где я работаю с кем я работаю где я живу потому что я кем только не работал и где я только не живу космополист короче то есть даже баба ванга когда-то при встрече нагрел когда ты сядешь на своей заднице даже она это заметила профессии у меня были много по моей жизни но всегда сопутствовала одна из главных даже не знаю профессии не профессии нет это не профессии это состояние души это состояние понимать мира видеть ощущать эти всегда со мной присутствовала как я себя помню с детства я думал что все так умеют это знают потом оказалось не все потом когда пытался признаться в этом ну как-то получалось что но это неправильно это не то есть никто тебе не верит и когда случались очень явные вещи которые происходили на глаза до этого я видел что будет и что случится я начал обвинять себя что я виноват в этом потому что это так видел и как будто я это захотел и это так случилось я не понимал многие таких как сказать понятия что происходит вокруг нас потому что материальный мир я где-то читал что он 003 процента энергетический мир все остальное а мы понимаем в основном только и то не до конца материального мира а духовного мы не понимаем тот тот кто дар я ваш союзник полностью в этом совершенно согласен а у меня вопрос другой а где тогда если 97 процентов это мир энергетический а где находится духовный мир или он в вашем понимании это есть духовный мир энергетический это есть духовный мир только просто другими словами да да вы знаете простите неделю тому назад у нас было это такое мероприятие интересно body minded spirit нашем центре и вот пришел человек и он говорит я вам показываю вот у нас вот этот специалист это специалист а это энергетический целитель он говорит а это как я говорю ну как что такое энергетический то что целитель это как бы ему понятно а что такое энергетический целитель ему было непонятно а какая энергия он спрашивает я говорю ну как ну человек берет свою энергию направляет куда-то там на другого человека больное место и а в чем она измеряется мне задают вопрос я говорю ну я не знаю чем она измеряется энергии энергия но я могу как бы назвать только не знаю он говорит, а вот я, вообще-то говоря, по образованию физик, энергия всегда изменялась в джоулях. Я ему говорю, послушайте, но это же мир материальный, там, где вы изучали джоулях. Но существует же вторая половина мира восточная, которая эту энергию они не измеряют в джоулях. Они даже понятия не имеют, кто такой джоуль был и что такое джоули и есть, если как мера измерения. Поэтому, значит, ну, как бы вот вы измеряете 3%, ну, слава Богу, что хотя бы 3%, потому как должно быть и меньше еще. Но люди же привыкли верить о том, что это не 3% и, не дай Бог, это все 100%. Ну, я хочу вернуться. Ну, я как-то буду немножко более не растягивать это. Я хочу сказать, что такая штука произошла в моей жизни я даже не знаю, как ее называть, метамерфоза, что ли, спираль, что ли. Я даже не знаю, как, до сих пор не могу понять, то есть объяснить вот эту ситуацию. Получилось так, что когда с Баба Вангом встретился, я никогда не думал, что будет момент, что надо переводить русским людям, которые там. Просто никто не знал русский язык. Так получается. Там очень много народ. Так получилось. Я переводил. Ну, переводил, это было нормально. Никаких из этого я не делал никаких там, таких там, что я это сделал. Нет, это было нормально. Явление обычное. Надо переводить, перевел и все. И вот так. Да, Тонар, у меня по ходу дела к вам вопрос. А скажите, в то время, когда вы были переводчиком у Ванги, вы знали о своих способностях? Да, знал. Вы знали, да? И она, естественно, знала Баба Ванга. Ну, она, конечно, знала. Но я же, как сказать, дело в том, что человек, когда идет к экстрасенсу ясновидящую, у него жизнь делится на два этапа. До этого встречи и после этой встречи. Потому что человек всегда меняется. И у меня был этап до нее. И я, конечно, не мог прийти к ней и попросить, спросить, как мне быть с этим, что делать и прочее. Потому что это как-то, не знаю, я стеснялся об этом. И не могу даже объяснить, почему, но очень боялся пойти туда спросить. Я нашел повод пойти к ней ради племянника. Вот. Типа она не угадается, не догадается. И под этим делом я еще спрошу про себя. Ну, тут-то не получается. Она-то, не проведешь ее. Она сразу... Я стою, она говорит, что ты стоишь, иди сюда, давай, садись. И началась юмор, там меня подкалывать, шутить. То есть она была очень интересный человек. Кроме того, что она была как знаменитая, как ясновидящая, но она была, как говорится, благородной души человек, потрясающей души человек. То есть нельзя вот это тоже отделять от этого. Она високой культуре, потому что она умела... То есть народный психолог такой, нигде это не училась. Кроме это своеведение, это же инструмент, но ты же должен знать, как это передать, как это объяснить, как сказать человеку, кто-то умер, кто-то не умер, как лечить, чего, что и чего, что. Поэтому это же целый подход, это целая психология, это никому не учится. Скорее всего, видимо, она училась... Как сказать, интуитивно к этому подходила. И с ней довольно долго беседовали. Но единственное, что там постоянно мешали спецслужбы. Что мешало? Спецслужбы мешали болгарские. Какие? Болгарские или русские? Болгарские. Она всегда была под наблюдением. Она была официально на работу устроена в институт субстилогии. Официально. И там, значит, у него была машина, водитель, охрана. И в каждой комнате у него было подслушивающее устройство и был телефон. Только подслушивающее устройство не было на балконе на втором этаже. А везде стояли прослушки. И людей, которые все это... Один за ней стоял, другие стояли за клиента, который был. Ну, может быть, еще где-то других, которые я, видимо, не знал о них. А она об этом знала тоже, да? Конечно, знала. Она даже вот, когда мы разговаривали, он подходил сзади ней, она, ощущая это, она поднимала рукой и на болгарский говорила «Махай мисо от глава твэ». То есть уходи от моей по-болгарски, иди с моей головы, отойди от моей головы, иди в сторону. То есть она его просто прогоняла. То есть он опять уходил. То есть за мной, когда подходил другой, чтобы нас все время мешали разговаривать, и все вот так слушали, о чем мы говорим. Она его тоже говорит, «Отойди от мальчика, отойди от ребенка». То есть она мне и мальчик, и ребенок, и вот так по-разному называла меня.